Господи Божий мой, на тяну попал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прошлых программах мы рассматривали беседу Христа с Никодимом. Сегодня мы постараемся проанализировать еще одну, не менее важную беседу Спасителя, которую описал на страницах своего Евангелия апостол Иоанн. Это беседа с Самарянкой. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем. А колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякие пьющие воду сию возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Самария — это область между Галилеей на севере и Иудеей на юге. С точки зрения географии, путь через Самарию был самым коротким между этими областями. Он занимал около трех дней. Но такой маршрут был небезопасным. Нередко самаряне чинили препятствия путешествующим евреям, и поэтому не чаще всего обходили Самарию через Иорданскую долину и город Иерихон. Но в этот раз спаситель решается идти по короткому пути и приходит в город самарийский, называемый Сихарь. В некоторых древних рукописях этот город назван Сихем и нередко ассоциируется с современным городом Аскар. Из текста Евангелия мы узнаем, что город располагался близ участка земли, данного Иакову сыну своему Иосифу. В книге Бытия мы читаем. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Эммора, отца Сихемова, за сто монет. И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа, Бога Израилева. Призвание имени Божия означает жертвоприношение и поклонение. Оно было совершено Иаковом на горе под названием Герезим, которое стало священным местом для всех самарян. Возле этой горы находится колодец Иаковлев. Этот колодец сохранился на наших дней. Он очень глубокий, более 30 метров, и до сих пор из него черпают воду. Именно у этого источника воды и произошла удивительная встреча Христа и женщины-самарянки. В своем описании евангелист Иоанн указывает на время встречи. Около шестого часа. Евангелист считает время от рассвета, как это было принято у римлян, а значит, было около полудня. Учитывая, что путешествия начинали, как правило, рано утром, Спаситель с учениками к тому времени прошли немалый путь. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Этими словами евангелист указывает на то, что воплотившийся Бог может испытывать усталость и жажду. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Не совсем точный перевод мы читаем в синодальном тексте. Событие, описанное в Евангелии, происходит в самой Самарии, а значит, речь идет не о том, что женщина приходит из Самарии, а что женщина-самарянка приходит за водой. Нет ничего странного, что женщина пришла к колодцу за водой. Действительно, именно на женщинах была забота о приготовлении пищи, поэтому слить за количеством воды в доме приходилось им. Но странность в данной встрече все же присутствует. Самарянка пришла к колодцу в полдень, в самую жару, хотя обычно это делали до дневного зноя или вечером, когда жара спала. Дай мне пить. Такими словами обращается Христос к Самарянке, ведь она имела при себе веревку с кувшином или ведром воды для поднятия воды из глубины колодца, в то время, которую Иисуса почерпала не было. Подобная просьба удивила женщину. «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Самаряне и евреи, люди с общими этническими корнями, в течение нескольких веков испытывали друг другу неприязнь и отвращение. Их давняя вражда имела политические и религиозные корни. После падения Северного царства в 722 году до нашей эры и во время переселения в Вавилон они были оставлены на своей земле, а затем смешались с наземными колонистами из Вавилона и Мидии. Вражда между ними и евреями особенно усилилась после того, как они пытались вмешать возвратившимся из Вавилона еврейским переселенцам восстанавливать Иерусалим и храм, которые не признавали местом поклонения Богу. Во II веке до н.э. самаряне оказывали помощь тирийцам в их войнах с евреями. В 128 году до н.э. по приказу еврейского первосвященника был сожжен самарянский храм на горе Герезим. Евреи считали самарян, особенно самарянских женщин, ритуально нечистыми с самого рождения. Именно поэтому самарянка была удивлена просьбе незнакомца. На вполне логичный вопрос женщины Господь отвечает «Если ты знала дар Божий и кто говорит тебе «дай мне пить», ты сама просила бы у него и он дал бы тебе воду живую». Этим ответом Господь открывает не только самарянке, но и нам, что он выше условностей, которые разделяют народы, что он источник живой воды и не той проточной воды, которую в то времена называли живой, в отличие от стоячей воды прудов и цистерн, а воды с большой буквы, дарующей вечную жизнь. Ведь Иисус Христос есть и источник этой воды и сама вода жизни. Еще не понимая, с кем она разговаривает и что хочет донести до нее Господь, женщина спрашивает «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?» Складывается ощущение, что Спаситель задел ее национальную гордость, потому что самаряне считали себя детьми Иакова, а данный колодец – его благословением. Ответ на вопрос самарянки прост. Стоящие перед ней действительно больше праотца Иакова. Господь желает открыть женщине, что он готов дать ей иную воду, за которой не нужно будет ходить далеко. Эта вода жизни будет самим источником, направляющим человек в вечную жизнь. И хотя самарянка не до конца понимает суть сказанных ей слов и воспринимает воду как некую магическую жидкость, она просит Христа об этой воде. А чем заканчивается диалог Христа с самарянкой, мы узнаем в следующей программе Великопостного цикла «Помогай нам в этом, Господь!» Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok